Начнем мы с обсуждения такого базового примера, который встречается в огромном числе книг по объектно-ориентированному программированию, с иерархией классов, соответствующих геометрическим фигурам. Обычно в такой иерархии есть базовый класс геометрической фигуры, абстрактный класс, то есть у него какие-то методы являются чистыми виртуальными, и его подклассы, например, треугольник, круг и прямоугольник. Вот такая достаточно простая иерархия наследования. То есть есть базовый класс, есть три производных у него класса. Давайте теперь зададимся следующим вопросом. А если мы захотим добавить к этой иерархии класс square, представляющий квадрат, то куда в данной иерархии его нужно добавить?